22 февраля 2018 года у нас пока тут лежит это не случилось сегодня утром встала на бок падает поля на поле наша пора хороша пор иначе нас есть вопрос по поводу поэтов разных вы почему-то иногда используете как более редких берете и вас один из любимых это нация и как человеку вообще различить между поэтами какие можно это считать какие нельзя желание у человека если есть тяга к этому я как-то одно время занялся конспектировать поэтов до этого я читал а потом решил заново всего пушкина прочитать сегодня красова рассула гамзата и все это конспектировал к весне у меня получилось около 14 тысяч страниц законспектировал это невероятно но чтобы не уснуть комнаты я не стал топить а у хозяйки жил на квартире в комнате не топил и ствол так опрокидывая здесь как доска я так ставил я у виктории гуго вычитал взял с собой бутылку чернил зашел заперся и написал там роман какой есть у меня примерно так я прочитал думаю холодная погода ну и поэтому она запоминается как определять то время когда я еще даже ничего не знал я любил из газет везде выбирал от никите понравилось я сказал если четверть века позаби а ты еще не звонок и не ярок еще не приготовил свой подарок то от тебя подарка и не жди я могу назвать поэта какие там стура или совета это еще в армии был а уж когда я библию в руки получил тут я все стал сравниваться отношении с библией а раз я знаю поэзию но она у меня вырывается это я мог рассказывать примерно 6 часов подряд стихи читать наизусть едем в поезде я одни стихи читаю люди очень расположены прям приближаются купе всегда было забито ну а потом конечно и опыт опыт много значит и сам маленько писал у меня написано 3467 стихотворений по 9 куплетов я сегодня показал даже какие поэты 10 взял пушкина некрасова лермонтова блока рождественского расула гамзатова и у меня получилось у одного в два раза больше чем они за всю жизнь написали почему они в тему выдавливают а о чем написать а тут редакция а тут компартия он все время зажатый поэтому даже при лучшем таланте как у исаковского ничего не может дальше написать а потом время что будет заливаться я другой такой страны не знаю где так вольно дышит человек лебедев кумач и просит более угнетающего не было духа как советском союзе одно я другой такой страны не знаю где так вольно дышит человека его задавили ни свободы слова не печати я это все слышал в детстве я понял что если что-то писать и говорить надо смотреть выше голову пойти ответить где надо перед властями вот я вел занятия в пяти университетах а тут спрашивает а почему ваши занятия такие популярные были занятий было много при каждом храме начали вести наши занятия были самые популярные при том это не мои слова это слова редакции слова гтрк которые брали интервью а как определяли очень просто вот студенты они приходят на занятия веду занятия по изучению библии по толкованию святых отцов я им говорю вот вы все по библии идете люди которые нас занимались сравнениями с тем как у других священников это у них кухонная он сам говорит что думает а я отвечаю словами писания и толкую писание ответ бог дает не я ясно дело что люди это видели ну и что очень просто к нашему ректору а это студенте студенческий городок можно сказать агт у 21 тысяча студентов пришли бизнесмены города барнаула ну и попросили всегнеев это ректора этого университета владимир васильевича вы дайте нам какого-то человека который бы нам уровень повысит а то нас зовут русские новые русские там ваван да всяко но правда образование это не советская то по этой теме то никак нету ну вот таковая вам да вот да не надо профессоров это нет вы нам дайте лапкина до кон у меня не работает как не преподавал преподает здесь ну помещение они снимают аренда была платили а потом не стали они нам это что подарки давали и они меня избрали почему но сколько же поэтов целая тут секция их никого не избрали меня предпочли а почему еще и лучше их нет конечно не грамоте я ничем не подхожу но они видели что-то и потом когда закончилось занятие я с ними вил занятия они провели меня я говорю а кто платит платят они платят они бизнесмены поставки профессора провели из какой-то накруткой чуть ли не лари от нобелевской премии это не моя оценка дальше студентам я говорю вот эту неделю неделю там 2 я буду говорить отвечать житьями святых это 1173 биографии и вы помните конечно 1173 12 томов димитрия ростовского еще две книги настольного священнослужителя настольные книги священнослужители я оттуда выбрал 170 чем-то нашел еще новых житей где-то и я им отвечаю при том отвечают цитирую в кавычки оттуда это у меня в книге седьмой восьмой том открытым оком как это ясно дело что они смог дальше отвечаю то есть привлекает молодых людей и тут берут интервью а почему вы ходите именно на занятия лапкина там я педагогическом институте вёл там сельскохозяйственном институте культуры а главный гуманитарий алтайский государственный университет несколько лет а вы готов 18 лет это не два дня и конечно молва идет студенческие газеты печатают ну я кое-что для слова божия не туз у меня книга такая вот там все это написано я говорю я буду отвечать вам библии конечно библии четыре параметра что сказали святые отцы по вашему вопросу какие каноны и какие жития святых но главное буду упор делать на поэтов на каждый вопрос я буду отвечать шесть поэтов это за 300 лет 300 поэтов россии повторяю что без евгения тушенка мне бы это не одолеть и александрович это главное материал предоставил то есть как предоставил ну он выставил а я взял а не то что он там у меня дома жил и вы знали 20 тысяч файлов я должен проворачивать вот так отвечаю 20 тысяч файлов это впечатляет конечно а как это дело божье не мое повторяю это благодать божия и это у меня вышло 26 том открытым оком 752 страницы на каждый вопрос который студент задает я ему отвечаю что сказала библия на это и вопрос а не просто так а вопрос какой какие поэты писали о приближающейся революции ну кто скажет выходите но ничего не скажет а я 6 должен найти 6 я должен мгновенно вычислить у него допустим у поэта 700 стихотворений как у пушкина я должен только знать где именно про это сказано я не только должен рассказать а должен все время лежать в памяти где вдруг замерз мигала лампочка вот здесь а кто это еще сказал про это андрея написано такого-то называю белый а это а это максимилиана волошина и этот партнер 26 том когда я выпустил если библиотеки книга есть его попросили назад не возвращается сразу сметают и литераторы 300 поэтов россии за 300 лет что сказали ну думайся в это люди которые сегодня но все понимают это невозможно это нельзя ответить так что именно на как определенный вопрос допустим где написано что мужчина это хозяин должен крепко держать женщину в руках кто сказал я сейчас задам кто сказал я это вопрос и поверну к вам ни один не ответит а как бог отвечает я отвечаю таком-то году поэт то-то сказал а второй поэт сказал так то и к этому стихотворению 6 поэтом я везде прилагаю эпиграфы из библии и своими словами немного отвечу и поэтому если я выбираю какого-то поэта то смотрю что у него сказано по библии пушкина примерно на 750 стихотворений которые написал примерно 3 есть это пророк конечно там еще немного остальной ветер юбочник и но не буду об этом говорить даже а на нем другие сказали иосиф бродский там всем разобрал пушкина по косточкам там ничего нет его просто на люди на пустоте раскручивали и у лермонтова выхожу один я на дорогу там минуты жизни трудно ну не больше пяти стихотворений все а их 400 нету больше нету я взял примера 15 стихотворений где говорится о боге о положении души по отношению к богу и прочее и больше всего вот в ракурсе библии больше всего в духовном плане у семена яковлевича нацена он жил 24 года лермонтов 27 а пушкин 37 ну понятно за это время 24 года да болел то все время чехота шли был но какие у него стихи и друг мой брат мой страдающий брат это все на песнопение положено у меня самый любимый другого нет конечно очень близок мне григорина река ти это армянская у меня ирландские мелодии там был у христа младенца сад и много роз взрастил он в нем он трижды в день их поливал чтобы сплесть венок себе потом когда же розы рассмели детей еврейских позвал он они сорвали по цветку и сад был весь опустошен как ты сплетешь теперь венок в твоем саду нет больше роз вы позабыли что шипы оставил нам сказал христос из шипов они сплели венок колючий для него и капли крови вместо роз чело украсили его я примерно считал это лет 15 назад и откуда-то всплывает и начинаешь вспоминать вот мне нравится есть такие у хаяма там хорошие стихи есть и поэтому из алтайских поэтов я никого не мог взять одно стихотворение промелькнул а я слежу за этим то пишет поэтому ничего не о чем а футболисты пишет зачем мне это стихотворение должно касаться конкретно человека тут литературная газета я в нее отдал стих а потом по ней один из этих местных поэтов и говорит ой говорит как трудно ваше стихотворение проходило но говорит когда прошло его поставили а там поэты поэты пушкина и только вас потом вы за ним идете я говорю я что не но вы сказали что христос воскрес они же неверующие вот тебе на прислушивайтесь как сон вот удивленная пишу какой восход стоят окровавленный в пурпур одевается леса и там появимся соловей роза все прославляет воскресшего христа принять приняли но ропот был у меня все стихи направлены для того чтобы познать самого себя бога и соединиться вот а поэта что нужно сказать и потому это но не один я говорю я беру то и всех поэтов какие есть 300 поэтов первые книги которые брал у меня там были иностранные поэты примерно 200 поэтов за всю мировую литературу из них я отвечаю на вопросы студентам и сразу беру и говорю то есть или что стюард сказала про это это вот такой-то павель называю но это новизна для них было конечно студенты литературного педагогического института все они бежали на эти занятия они сидели писали моего ничего нет повторяю нету это бог сделал так и поэтому на этот вопрос могу только ответить так господь если не знающий бумагу марата у меня три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений по девять куплетов и мало того на каждую строчку указание глава стих книга откуда взята мысль 36 раз открыть библию в мировой практике этого не было никогда нигде и нету сейчас есть кое-где мелькнет одно 36 раз открыть библию на 7 8 том открытым оком откройте а кто сказал никто я на молитве понял я должен вписаться в то что дает дух святой своими словами но бывает иногда приехала одна тут у нас была сестра татьяна павловна аксёнова она приехал где-то из тогула и говорит а у меня говорит муж издал он коммунист и добрый ли был коммунист и издал даже маленькой книжечкой говорит его районной газеты печатает я заинтересовался и она привезла когда я четыре стихотворения у него взял четыре настолько неплохо стихотворение он не знает окончить его чем допустим пять куплетов а я дальше делаю как бы пост крестом и отвечаю вот что чем надо закончить это все так и говорю я себе не присваиваю плагиатством не занимаюсь мои стихи под своими именами записывали конца края несколько людей которые любят поэзии а мне говорят он смотри ваш при присвоил себе а я так рад что он присвоил потому что он распространяет это дар от бога и поэтому ямбы рифмы там хореи когда говорят я ни на что не смотрю никогда как я молюсь и вдруг мысль мне как вот высветил я вот здесь вот у меня везде все написаны одну строчку написал дальше молюсь все стихотворение 36 строчек вылетит немного погодя кончили мы молиться я сразу сажусь и повторяю 7 пачек по 500 листов исписаны сверху донизу карандашом ради экономии и ни одной помарки нигде нету нигде как пушкин там десятки раз перечеркивать слова вставляет я этого не знаю стихами их не называю не называю но это четыре книги у меня полностью страницы заняты это 32 строчки на странице 42 строчки это 36 9 и 36 и дальше эпиграф беру большой священное описание и одна строчка между ними все одинаковы это по 800 страниц полных 4 тома это милости божьей вот такой ответ спаси христос вас спаси христос а